Сейчас я туда домой, сюда, в таком подавленном настроении. Бывший муж хочет видеться с детками на основании суда. Вот. Пишет. Я не виделся с ними год. Елеолинка начинит препятствия. Он видится с ними регулярно, как приезжает. То-се-о, я такая плохая. Я такая плохая, когда он меня впиздил на глазах у детей, что у меня после семейной жизни осталось шесть переломов. Он наговорил и смеялся детям. Да все нормально, ничего такого нет. Мне с мамой не нравилось. А теперь он хочет с ними видеться. А для меня-то он не платит. Мама как-то садится, что-то все нормально. А папа хочет с ними видеться, общаться, воспитывать. Когда папа к маме ножом в горло прикол и орал, принимая ислам. А сейчас он говорит. Я буду водить в православную школу, если ты ее не захочешь. Я вообще не понимаю. Когда я лежала в больнице, возбуждали уголовное дело. Он пришел с адвокатом, написал расписку. Я такой-то, такой-то. Не буду появляться в жизни этой семьи. Я исчезну. То есть, получается, либо я сбрала уголовное дело. Получается, чувак на свою свободу променял жену и детей. А сейчас что-то требует. Типа, мне надо жить с ними. Я буду забирать их на все дни, на выходные, на праздники. Ну все. Сначала я отпиздил, мам, на ваши глаза. А теперь я хороший отец стал. Я куплю вам киндер-сюрприз, о котором вы попросите. Заживем счастливо. Я вообще чуть-чуть не понимаю. Это звусь и вода, что вы. С него стекает все, как звусь и вода. Я пошла на огромные уступки, теперь о которых жалею. А мне в лицо ржут откровенно. Да, и в этом, по-моему, вся мужская суть. Ну, не мужская, а тех, кто носит в кармашке яйца. Мужчина-то есть мужчина. А это так просто. Яйца носится. Ну, понятное дело. Ребята, всем здорово. С Саныч на связи. Во-первых, ребята, вот это вот продукт жизнедеятельности ЗАГСа. Да, ребята, потому что сначала женщины-мужчины тащат ЗАГСы. Они ставят условия. То, что я буду с тобой, если мы с тобой распишемся. А потом вот такой вот итог. Сначала поломанная мужская психика, а потом и женская, и детская. Что самое печальное. Ребята, если вы хотите все-таки создать семью, пожалуйста, создавайте ее, но без ЗАГСа. Я вам могу в этом помочь. Ребята, проходите по ссылке на мой сайт. У меня есть курс, который называется «Как создать семью без ЗАГСа». Там несколько вариаций семьи с детьми, без детей. Очень подробный разбор, как найти женщину для семьи. Всех ее качеств, ее родословное, где искать такие женщины и так далее. Разбор семейного кодекса. Очень много информации. Он на 4 часа в видеоформате, ребят. Очень вам будет полезно. Либо сразу же можете написать мне в личку, ребята, которая тоже есть в закрывенном комментарии. Теперь по поводу ролика. Ребят, мне интересно. Это что ж у нас за такие гуманные законы, что вот человека били, убивали, 6 переломов, тыкали ножом в горло. Она, во-первых, как она жива, бедененькая осталась, вообще не понимаю, после такой тирады, да? И как этот мужчина на свободе-то вообще разгуляет? Ребята, еще раз повторяю, что это продукт распада жизнедеятельности ЗАГСа. Флот пищеварения ЗАГСа, ребята, вот это вот. Потому что ожидала одно, не обеспечил должным уровень потребления, мало зарабатывал, не уделял внимания. Плохой ни мужчина, ни мужик и так далее. Все, ты курил, пил, безменял и так далее. Вот это вот все. Убивал, насиловал, грабил, обьюзил и так далее. Да, как она жива-то вообще осталась, я понять не могу, да? Ребята, сейчас могут быть спорные моменты, но если мужчина даже не платит алименты, я сейчас не то, чтобы, допустим, там выгораживали менчиков, нет. Даже если мужчина не платит алименты, она не имеет права препятствовать встречам детей с мужчиной, с отцом. Не имеет права. И за такое надо сажать. Так же, как вплоть до уголовного преследования за то, что мужчина не платит алиментов, ну, закон такой разработали. Вот нужно такой же закон разработать, если женщина препятствует общению отца с детьми, нужно сажать их и отдавать детей родителю, потом отцу, соответственно. Какое она имеет право? Это что, ее собственность я не понимаю. Ваши личностные отношения, это ваши личностные отношения. Там дрались вы, убивали друг друга, это ваши проблемы. Не ломай детям психику. Какое ты право имеешь это делать? Это не твоя собственность, это не твои рабы. Ты для чего их родила? Для того, чтобы ними распоряжаться, что ли, я понять не могу, или что? Если мужчина не платит алименты, для этого разработали кучу законов. Ну, там законы тоже, конечно, интересные, но тем не менее, да? С этим человеком разберется закон. Ты какой имеешь право не давать детям видеться со своим законным отцом? Законным биологическим, и законным, и биологическим. Какое ты имеешь право? Ребята, я бы за это сажал, вот честное слово. Опять-таки, не топлю за то, чтобы не платить алименты, это другой вопрос совсем абсолютно. Но она не имеет права этого делать. Своё мнение пишите в комментариях.